Всем привет друзья, с вами Дженикус. Сегодня нам представили Кесси Кейдж и давайте рассмотрим поподробнее этого персонажа. По сравнению с Mortal Kombat X она довольно сильно изменилась. Все три вариации содержит дрона, но не во всех он используется. Компанию дроном составляет потенциально опасный зонинг. Для начала рассмотрим универсальные мувы, доступные во всех вариациях. Во-первых, она теперь больше стреляет. Например, этот стринг заканчивается стрельбой и это не спешл. Начнем с назад 2. Довольно быстрый и рейнджовый мид локтем. Стринг заканчивается шадоу киком, но это не спешл, это часть стринг серии. Если первые два удара вифают, то шадоу кик заходит в крашен блоу. Этот шадоу кик у Кесси, кстати, вообще не спешл. В Mortal Kombat 11 он у нее просто нормал. Быстрый, но бьет не так далеко. Назад 1.3. Лоу комбо стартер. В отличии от аналогичной стринги в Mortal Kombat X, тут у Кесси не лоу оверхед, а лоу мид. Но если с лоу у Кесси есть комбы, то оверхед комбо стартера у нее нет. Она один из тех персонажей, у которых есть один оверхед, квик хоп, то бишь один отличный лоу, но все остальное не такое уж отличное. Второй удар вот в этой стринге как раз оверхед. Есть 4.3, который начинается с лоу, но все эти стринг серии не ведут к миксап игре Кесси. У нее нет жестких 50 на 50, нет большого дамага, как в прошлой игре, так что вскрывать ей по большому счету нечем. Переходим к спешелам. Ганшот у нее стрельба с двух пистолетов, которые наносят двухударный хит одновременно. Это значит, что отлично пригодится, чтобы перебить арморы. А также она может зачаржить ганшот, чтобы нанести больше дэмэджа. Полный чардж дает крашен блоу и снимает 25% хп. Конечно, она может кэнселить свой чардж, но делает это чрезвычайно медленно. Поэтому в прессинге это использовать однозначно нельзя. Да и прессинга у нее как такового нет, ведь как уже говорилось ранее, вскрывать ей нечем. Далее, шадоу кик. Да, у Кейси два шадоу кика. Один просто нормал, а второй спешел. Он быстрый, продвигает Кейси вверх, годится как комбо эндер и похоже может использоваться как антиэйр. Далее, то что Кейси очень любит. Удар по яичкам. Над панч, как ни странно, она делает не рукой, а ногой. Оставляет на земле. Амплифай версия нокдаунит и сносит 11%. С амплифай можно получить крашен блоу, но есть одна серьезная хитрость. Метр надо влить на стадии рекавера первого удара. И только тогда вы получите крашен блоу. Исполняется это не так просто. У Стива 16 бит, например, это получилось только седьмого раза. Такой крашен блоу сносит 20%. А бросок, между прочим, выглядит вот так. Дрон ищет точку и в итоге бьет по орехам. А если бросать назад, то Кейси кидает оппонента на дрона так, чтобы дрон опять ударил по орехам. А теперь рассмотрим мувы вариации Commander Cage. Эта вариация рассчитана на зонинг. Тут у Кейси открывается игра в пострелушке. Low Gun. Low Projectile Кейси откровенно спамить им не получится. Имеет довольно солидный рекавер, но на хите нокдаунит. А сама Кейси пригибается, так что противостоять зонерам у нее все же есть чем. Флип-аут по стрелушке. Стрельба в сальто. На хите нокдаунит, но рекавер Кейси по-прежнему солидный. И, наконец, воздушные по стрелушке. Потенциально инстантовая стрельба – это ключ к хорошему зонингу Кейси. Амплифай заставляет ее по приземлению стрельнуть low, что только добавляет проблем оппоненту с ее зонингом. Вторая вариация здесь называется Toad's Cool. Она делает Кейси чрезвычайно мобильной. В этой вариации у нее появляется удар плечом, что тянет на неплохой комбо-эндер, как у Найтвульфа в Mortal Kombat 9. Амплифай наносит больше дэмэджа. Второй уникальный спешл – Flying Kick. Как у Люкана, но только Кейси летит на дроне. Покрывает не весь экран, но почти. Очень быстрый в кантерхит дает крашен блоу. И третий мув этой вариации – Air Escape. Кейси буквально улетает от противника на дроне. Причем может выбрать любую сторону, в которую полетит – влево или вправо. Очень быстрый. Может использоваться как для быстрого сближения, антизонинга, так и после комбы в блок отменить в Air Escape и просто убежать от противника. Третья вариация, которой тут зовется «Мой дрон – лучший друг навсегда», как понятно, полностью ориентирована на взаимодействие с дроном. Первый уникальный мув этой вариации – Beach and Bubble. Сам по себе хита не наносит. Но если противник стоит в зоне пузыря, то он теряет ХП. Как видите, зона охвата этого пузыря просто огромная. Зажимать в угол противника с таким пузырем за удовольствие, либо сетапить после хард-нокдауна. Следующий спешл этой вариации – Drone Control. Кейси достает смартфон, и вы начинаете через нее контролировать при помощи смартфона этот дрон. Можно выстрелить лазером по диагонали, сбросить бомбу, либо опустить электричество. Также смартфон отменяется, но опять-таки рекавер не позволит использовать его в прессинге. Спешл выглядит довольно бесполезным, с учетом того, что управляя дроном, вы теряете контроль над своим персонажем, а его все еще можно ударить. Применимо только против очень пассивного противника, который стоит на другом конце экрана. И то, один Projectile и Drone Кейси останется не у дел. Таким образом, поделюсь своим мнением. Третья вариация выглядит просто мусорной. Первая ориентирована сильно на зонинг, вторая очень интересна за счет Air Escape, который довольно-таки быстрый, чтобы убегать от противника или наоборот сближаться с ним. По сути, прессинга у нее нет, дамага нет, оверхедов по большому счету нет. Так что ближка – это вообще не ее дистанция, да и на мид-скрине почти нечем цеплять. Это был разбор Кейси Кейдж. Всем спасибо за внимание. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok